Суба-дуба-дуба-па-па-па-па Ееее Крячь Братик, Ютуб нормально не присылает оповещения, поэтому подпишись на рассылку ВК, чтоб тебе все доходило Спасибо It's time to play Всем привет, дорогие друзья, с вами Винти И сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием 60 секунд Снова попробуй не умереть В прошлый раз мы играли за Долорес И в этот раз мы тоже будем играть за Долорес И на уровне Малыш, да Да не хочу я больше, все, оставьте, ребята Меня в покое, пожалуйста, я хочу меньше Вот, у меня и так слишком большое Лицо, понимаешь? Все, оставьте Так, значит, в первую очередь нам нужно взять ребенка Ребенок далеко, во вторую, да, много еды Но еда прям где надо Так, значит сначала здесь Нет, сначала дочь, где дочь придет там Дочь, 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 дочь Так, это муж Здравствуйте, муж Ладно, я позову вас в первом делу возьму Мужа и еду, мужа и еду Нам нужна по-любому таблетка Нам нужна по-любому таблетка Ехать, муж, ты че такой здоровый-то, а? Ты че такой Да возьми еду в аду, возьми Все, хорошо Взяли Все, вот это вот кидаем туда Так, теперь мне нужна винтовка Винтовка не помешает Сейчас не нужно было ее брать На самом деле она не важна Ребенок, за мной Фонарик за мной Фонарик за мной Пошел ты в жопу фонарик Козел тупой Так, ладно, нам нужна аптечка Нам нужна аптечка Нам нужна аптечка Нам нужна аптечка И нам нужна дочь Нам очень нужна дочь Где аптечка? Где аптечка? Где аптечка? Я знаю, что вы, скорее всего, уже увидели аптечку, но я ее пока что не вижу. Ладно, пока что я собираю все, что вижу. Радио мне по-любому нужно. Радио по-любому нужно. Так, вот тут вот воды тоже не помешает. Так где аптечка? Она же должна быть тут, нет? Разве нет? Разве нет? Разве нет? Ладно, не важно. Ладно, не важно. Так, это кидаем. Вдалину идем. Вдалину идем. Сюда идем. Карта нам тоже нужна, кстати говоря. Еда. Дихлофос. Вода. 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 Это да. Вода. Это да. Вода. Это да. Вода. Это да. Все, вот это Вот сейчас мы собираем теперь. Собирай. СОБИРАЙ! А что ты ж? А что ты ж? Она просто стоит и смотрит на это. Она просто стоит и смотрит на это. Чё она смотрит? Я ей тыкаю кнопочка, а она смотрит. Я тыкаю, а она смотрит. Я тыкаю, а она смотрит. Она пытается загимнодизировать эту еду так, чтобы она пришла. Она такая, еда. Пошли со мной, еда. Ну она тупая, не понимает, что на еду гипноз не работает. это все знают так у нас дофига воды дофига еды у нас есть радио у нас есть картишки и что в картишке можем перекинуться на нашу дочь если что мы ее съедим у нас есть ружье если кто-то будет с нами рамсы рамсить мы ему скажем слышь видишь у нас сколько воды это не вода это кровь таких ублюдков как ты и он сразу поймет что с нами воевать опасно или в картишке с ним сыграем на его действия на его руку мы получили фонарик карты и губную гармон здорово прекрасно аптечка нам не нужно мы не собираемся болеть окей все добрались до убежища секунду до взрыва да мы вообще молодцы наши банки полны воды наша еда волна воды время раздавать припасах а припасы лол вы ничего есть не будете а как насчет той поездки в неваду которую мы все время откладывали может быть мы должны отправиться туда отправишься туда фон если не сдохнешь значит сегодня мы попробуем с тобой пойти на новую концовку сегодня мы с тобой будем идти на новую концовку понял вот так вот я не удалось присуха кстати лянь удалось присуху все жирные даже мелкий тимми жирный а у нее присуха вот это женщина вот это огонь так не а может нам следует планировать переезд и отпуск до того как мы выберемся отсюда а после того жизнь сейчас у всех нелегкая но довольно сегодня в хорошем настроении конечно не поела прекрасное настроение я согласен с ней радиация в наших окрестностях все еще превышает норм путешествие наружу могут быть опасно для здоровья сегодня мы будем аккуратничать у нас есть еда прям подходящая музыка смотри где мои наушники у меня нет наушников зато есть вот это это представь себе что это нечто внушительное хорошо забыли а здесь это есть палочка короче говоря у нас мы сегодня имеем много еды много воды поэтому наша задача довольно просто мы не должны умереть поэтому мы не будем никуда выходить мы будем просидеть дома и отсиживать себе задницу чертовы разрушители все испоганили а будьте вы прокляты именно поэтому мы должны были сказать нашим соседям когда они подпалили свою стойку для барбекю прошлой лесной их хорошие были времена даже если стойка была довольно таки неплохой мы негодовали мы негодуем на то что они сошли свою еду мы молодцы мы хорошие ребята так у нас еще есть картишки прекрасно сладкие воспоминания сладкими воспоминаниями но мы должны быть готовы ко встрече с суровой реальностью на свете есть только одна вещь которая нужна до ворс вода заметь не дети не тет не тимми вода она ценит воду выше всего эх ты жалкий материалист родиться в наших окрестностях превышает норм будем сидеть на жопе смертно мы подумали что открыть новый театр это прекрасная идея мы назвали его наш дурдом наш дурдом это прям моя хата мы провели остаток дня пытаясь написать сценарий у нас и мы чуть было не поспорили я тебе говорю это прям вот как я провожу дни я пытался придумать тему для нового видео чуть не пострался сам с собой поэтому мы решили найти занятие попроще на и нарисовали утку ведь утка это просто белок летающая муха это всегда белок сегодня у меня сухой с мухи были проблемы прикинь у меня дома летала муха месяцами но я стеснялся не заговорить потому что ну я стесняюсь я принципе стеснительный парень а потом я психанул открыл я одно и говорю вылетайся и что ты себе подумаешь муха улетела без шуток это правда мы играли правда ли действия как выяснилось самым частным вопросом был собираемся и мы что-то есть кроме томатного супа на этом мы решили закончить игру того раз больше не протянем проект без воды без еды без воды ну ладно не протянешь не протянешь сегодня все пьют сегодня все пьют за мой счет хорошо воды у нас тем более много мне для вас жалко похоже что на поверхности все еще царит радиация небезопасно начни пойдем в последнее время дети не могут усидеть на месте видимо им хочется побегать и поиграть друг с другом дебилы что ли в смысле социализация зачем сидите прикиньтесь будто вы друг друга не видите иначе вам сломаю ногу я отличный родитель и хоть целый убежище меньше по размеру чем одна их спальня возле стола есть немного места где они могли побегать и поиграть пятнашки разрешим-то играть на здоровье не шучу не играйте шучу играйте хорошо наши дети малолетние дебилы они бегают по кругу и пытаются поймать друг друга но по крайней мере не сломали себе ногу это уже здорово они нашли твои дети гениально я их обожаю готов расцеловать тебе иди сюда нет иди сюда отвратительно все же только дети получили наше разрешение они тут же начали хохотать и бегать по убежием по моему наши дети дебилы но опять же да но может быть не совсем бегать места здесь немного но по крайней мере крутится вокруг стола играю не заметили бутылку воды которая завалялась в углу между пустыми банками из подсупа вот подфартило а чем вы смотрели что не заметили ее так кушать никто не хочет мэри джейн мы тебя кушать не будем сегодня мэри джейн твердит что без своего музыкального инструмента она никто да ты так ты думал ты с ним кто-то то что ты можешь себе в руду в рот сунуть какую-нибудь дудку не делает тебя кем-то если она хорошо спрятала свою трубу то возможно инструмент еще лежит где-то посредине руин нашего дома топа ищи давай щи я это я тебе даю шанс давай танц найдешь будет вам будешь молодцом есть она же ушла точно я сначала подумал ее опять съели мэри джейн очень кстати откуда здесь пустые банки мы ничего не ели откуда они нашли здесь пустые банки то вас вот почему она убежала она поняла что мы сейчас о чем-то догадаемся мэри джейн очень обрадовалась нашему решению отпустить ее на поиски трубы она сказала что если не найдет то все равно обрадуется любой находке например ножом но мы тихо надеемся что ту труба не пережила взрыв уж лучше следует слушать помехи радио или даже удовлетворяющий звук тишины вот твои родители тебя настолько любят я думаю мои родители также любят мою игру на гитаре я играю на гитаре они думают лучше бы потерять эту гитару лучше бы потерялась эта вонючая гитара видали мы уже развели собственный сад у нас на стенах растут большие грибы ну что устроим грибной пир да это плохая идея мы все умрем по крайней мере это будет весело ну что у нас сейчас появится сепи сейчас будет какой-то сепи трубу нашла узнаю тебе вот грибочков поел хорошо грибочки понравились съел грибочков нарисовал своего воображаемого друга мы кое грибы нет фу никто ничего не могу сделать на счастливее чем возвращение мэри джейн но она хочет нашла дурашка но как бы что я хочу сказать тимми дорогой вы как говорил мой дед как бы нет он этого не говорил как говорил какой-то дядка на улице как бы сына не жалко новый родиться поэтому давайте ими удачи это за тебя ладно я тебя спасу если смогу поможет быть и нет кто меня знает я такой непредсказуемый мы уже обсудили все что можно и никто больше не хочет разговаривать тишина нас просто убивает так попроси нашего таноса поиграть и штука что нравилось мы должны что-нибудь придумать пока не начали разговаривать с собой хорошо только радио не сломаете тимми самый быстрый на деревне грибоед знаешь был такой автор грибоедов вот у нас растет свой маленький грибоедов скоро напишет какое-нибудь классное произведение все будут говорить это это шедевр он написал его под грибами такой шедевр прям вообще ах как же нам ах как же нам повезло что мы взяли радио мы можем послушать немного музыки они все еще вещают музыку правда а чего там кушать кто не хочет обезвоживание обезвоживание мэри джейн обезвоживание ну прекрасно все хотят пить я дам вам бить вода не еда воды у нас завались похоже что на поверхности все еще царит радиация это небезопасно но значит не парься мы очень мало знаем о том что происходит на поверхности включая радио заводи шарманку будет весело сейчас под музыку потусим как-то нас наш как о она хочет жажды но почему она не хочет есть для меня это загадка болеет голодание нам удалось поймать сигнал прослушать экстренное сообщение правительства и угадайте что мы услышали отличные новости большинство радиоактивных усадков уже рассеялось теперь вылазки на поверхность будут намного безопаснее просто здорово значит мы теперь можем выходить на улицу на улицу пойдет тэд нет смысле тэд ты не хочешь иди так ты кушай будем пытаться откармливать его может вылечиться мы не уверены в том какая ситуация поверхности идти на экспедицию рискованно но мы можем добыть немного припасов можем идем сегодня нас навестила группа людей в белых халатах которые больше напоминали карнавальные костюмы они утверждают что представляют паревой госпиталь опережающий с места на место аптечка дайте аптечку у них появилась какая-то проблема чудовищный мутант съел все лекарства они спрашивают если у нас лишняя перекись водорода перекись водорода нет но есть вода хотя перекись водорода это же есть вода окей на жри я даю вам воду мне не жалко воды у нас много мы империя мы идеальная империя у нас есть вода у нас есть еда у нас есть танос она хочет пить голодание голодание обезвоживание прекрасно мы спросили если у них докторские удостоверения они все хорошо ответили что оставили в других штанах мы не осмелились спросить были ли это их единственные штаны мы дали им бутылку воды пожелали счастливого пути и удачи со штанами это звучит как идеальное идеальное название для видео после тщательной подготовки к сегодняшней выузке мы чувствуемся в полной боевой готовности танос нет тет фас в руки я ему ничего не дам конечно же хотя надо было дать ружье неважно и без ружья он очень будет ожиенный от этот раз на поверхность и мы надеемся что он вернется ближайшее время может быть да может быть нет кто его знает как судьба повернется жажда голод жажда болеет голод эти только что дал поесть имя что-то такой тостер я не понимаю это не это не тиме это саранча маленькая мы завели у себя маленькую саранчу она тупо жрет все если кто-то нас и может спасти из этого ужасного положения то это наше правительство нет нам не нужно правительства мы не будем хотеть мы уже проходили концовку с правительством я хочу другие концовки окей я хочу другие концовки и все поэтому сегодня мы на правительство не будем идти. Ещё раз для тебя, комментатор, я говорю, я правительство специально буду игнорировать, потому что я не хочу спастись правительству. Окей? Я хочу другим спастись. Главное, что нам нужно сделать, это слушать радио, чтобы не пропустить экстренное сообщение. Да забудьте! Не надо! Вот посмотри на себя, Долора, зачем тебе правительство? Мы и сами со всем справимся. Посмотри на себя, Мэри Джейн, мы и так со всем справимся. Посмотри на себя... А, нет. Не смотри. А лучше не смотри. Так, хорошо. Вы что-нибудь хотите вообще? Голод обезвоживание, голод болеет. Ну, болей на здоровье. Тебе нужна вода? Тебе будет вода! В последнее время мы стали свыше странные звуки. Либо это живот нашего Мэри Джейн, и она нас скоро съест, либо это нечто. Интересно, они доходят снаружи или это что-то проникло, убежище вместе с нами? Что же это такое может быть? Мы ничего не нашли, может быть, мы сходим с ума? Может быть, нам нужно найти какое-нибудь занятие, пока мы не сошлись с ума. В картишке, на раздевание. Поехали. У меня нет телефона. Мы немного повеселились, и это нам помогло забыть о... Что это было? Подожди, нам позвонили. Голод, голодание. Болеет. Ну, хоть жрать не хочешь. Травоядное. Так, голодание. Иначе кушать хочешь. На, Мари, Жень, только меня не ешь. Мы думали, что телефон наканули в лету. Мы думали, а Тимми пойдет. Ладно, ты пойдешь проверишь. Тимми жалко. Она заснула там? Что по звукам такое? По-моему, наша маленькая девочка там заснула. Она вообще уже маленькая перестала быть лет 10. При рождении она перестала быть маленькой. Когда мы подняли телефон, то услышали вздох облегчения на другой стороне. Человек представился уцелевшим из соседнего городка Хиллсвилле. Мы только начали разговор, как вдруг связь оборвалась. Что-то, наверное, испортилось на линии. Надеемся, они нам перезвонят. Тимми выглядит бледным. Это плохо. Но, может, он вампир? Да, господи. Может, он вампир? Что это за такая вот расизм? Голодание, обезвоживание, жажда. Ну, значит, вам двоим попить? Попить. Попить, поесть. Угу. Тимми, что это светится у тебя в кармане? О, нет. Это муравьи-мутанты. Когда Долорес увидела их жуткие маленькие жвала, у нее чуть не случился сердечный приступ. Атомную муравьиную ферму. Один из них, обязательно, для меня... Конечно, Тимми. Мы построим нашу атомную муравьиную ферму. Он сдох. Не, он жив пока. Хорошо, Тимми, давай. Я верю в тебя. Я верю в тебя, Тимми. Тимми получил разрешение оставить свою атомную муравьиную ферму. К несчастью для наших запасов, маленькие мутанты разбежались, сожрали целую банку сут под покровом ночи, ударили. Вот реально стоит. Ну, ты дебил, ну, маленький ты дебил. Я думал, ты реально что-нибудь построишь. Мы сегодня будем пытаться найти другие концовки, поэтому не надо мне писать о том, что это глупо. Комментатор, я тебе говорю. Не надо. Время раздавать припасы. Сегодня я покормлю. Эйники, бэйники, ели вареники. Эйники, бэйники, эли вареники. Эйники, бэйники. Они ели, а вы не ели. Ха! Мы проснулись от капающего звука. Оказалось, что протекают трубы. Эта зеленая жидкость выглядит довольно невинно, даже после того, как она проела стул. И стул, и пол. Может быть, это прекрасно заделать трубу? Нет. Я слышал, что зеленая жидкость полезна для нашего здоровья. Кажись, мне из психушки постучались уже. В смысле? А почему ты... Она же должна была превра... Мы немного знаем об апокалипсисе, поэтому полагаем, что это нормально, когда струбует, что-то течет. Так что мы решили ничего с этим не делать. У нас сегодня подозрительно веселое настроение. Труба здесь, конечно же, ни при чем. Совсем ни при чем. Наркоманы. Все ясно. Голод, обезвоживание. Голод, голод, болеет. Я думал, она превратится в Халка опять. Да, Лорес? Сегодня твой счастливый день. Сегодня ты пьешь. Не алкоголь, но вода тоже пойдет. Во время нашей экспедиции мы встретили человека в лохмотьях, которого сильно воняло. Да это наш сосед. Да это же наш старый знакомый по имени Джим. Я же тебе говорю. Который шляпся по улицам гордо еще... Да я тебе говорю, это братуха наш. Он просто слушает рэп и очень интересный у него стиль. Хикан такой. Теперь он бродит по пустошам и, кажется, пошел следом за нами. Сейчас он неистово стучит в дверь и спрашивает, хотим ли мы купить? Хотим ли мы купить камень? Хотим ли мы купить камень? Надеюсь, камень не в лицо. Потому что если в лицо, я откажусь. Ну, как бы, если бы я пытался выжить, я бы сказал нет. Но выжить, это не наш с тобой случай. Поэтому, наверное, да? Может быть, нам нужен камень? Я не знаю. Может, это монолит? Монолит. Может, он нам поможет? Где камень? Где камень? Кто зажрал мой камень? Старик Джим всегда был очень вежлив и приятлив. Поэтому мы ему, конечно же, открыли. И сказали, что мы хотим камень. В ответ он подбегнул и сказал, что первый мы получим в подарок. Что нам очень понравилось. Хороший камень замечательная вещь. Но все же мы вряд ли бы отдали за него даже малую часть своих запасов. Даже если этот камень действительно приносит удачу, как обещает Джим. Ага, приносит удачу. Тед, ты что-нибудь принес? Голод, голод, усталость, жажда голодания. Голодание. Значит, она хочет покушать. Окей. Так, Тед, ты что-нибудь принес? Тед, ничего не принес? Так и зачем ты пришел? А зачем ты пришел, Тед? Мы режимы, а зачем ты пришел, Тед? Тед! В смысле, голод, усталость? Ты каким-то подозрительно молодым выглядишь, слышишь? Чем ты там занимался? Мы готовились к осну, как слышали, что что-то скребется в дверь. Сначала мы подумали, что это злобная крыса пытается сгрызть дверь. Но позже поняли, что это кто-то намного хуже. Кто-то снаружи пытается взломать дверь. Нужно действовать. Не знаю. Слушай, по идее, надо использовать ружье. Потому что по-хорошему это что-то плохое. Но у меня почему-то смутное предпочтение, что это что-то хорошее. Или это у Криса? Или собака-псина пришла? Может быть это собака-псина? Может быть это собака-псина? Я не знаю. Я с одной стороны хочу его пристрелить, но с другой стороны не хочу. Давай рискнем! Жить так гулять! Мы начали войну! Чего, блин? Мы не смогли сдержать нас из нападающих, и они ворвались в убежище. Они помиловали нас, но не воздействовали, забрали все. Не отчаивайся, ребята! Мы в дерьме! Мы в дерьме! Что же? Я пытался быть хорошим парнем. Камень, который мы получили в подарок от стариков. Хоть и воде с вороваря. Камень, который мы получили в подарок. И вправду счастливый! Такой счастливый! Сегодня диджи пришел к нам с бутылкой свежепрохватной воды. Он решил нам попить, как мило с его стороны. Он только что был бомжом. Теперь мы бомжи. Спасибо, братан, устраивайся здесь. Счастливый камень, слышишь? Счастливый! К нам тараканы пришли. Нет, по звукам, я думал, тараканы. Удоварность почти не осталось чего. Да и счастлив. Классный камень, классный. Если бы нам тот сказал, что мы увидим танцующего таракана, мы бы не поверили. Да я бы... А, я бы поверил. А, я бы поверил. Неааа. Все в порядке. Здравствуйте. Фу, таракан мутант. Здорово. Я очень надеюсь, что нам принесут еды. У нас есть запас... Пока! Пока! У нас есть запас воды и еды. Мы, конечно, можем сидеть за перди. А у нас нет запаса еды и воды. Поэтому... Давайте все дружно уйдем отсюда. Давайте все дружно просто пойдем отсюда гулять. Я у мамы очень умный. Я пойду гулять. Я даже читать не буду. Это бесполезно. Что это за звук? Лошадиных копыт? Мы побежали к двери и увидели двоих мужчин. Ага. Два мужчины. Знаешь песенку про вот этот, которая недавно вышла? Я забыл. Ай, убирайте май хорс. Все заболели. Вот сейчас Мэри Джейн придет. Мы пытались вежливо им отказать, но наши гости обиделись. Они ускакали, размахивая деревянными мечами, выкрикивая что-то с резания кустарников. Сумасшедшие. И мы от этого все заболели, походу. Сегодня пришел один молодой мужик. Он рассказал нам об отважной сестре-близняшке. И Тимми, замутись девочкой. Пусть она нам даст поесть. Тимми сдох. Оу, вэл. Вот и человек пришел с другими уцелевшими. Они встретили нас по-дружески. Но все умерли. Мэри Джейн должна была уже вернуться, но все рип. Мэри Джейн умерла. Далорес умерла. Тимми умер. И он умер. Счастливый камень. Счастливый камень. Ну, в следующий раз положительных решений 4. Отрицательных решений 0. 0 отрицательных решений. Понимаешь, у нас нет отрицательных решений. Все идеально просто. Все, что мы делали, было бесподобно. Просто камень, который мы встретили, оказался слишком счастливым. Но он, походу, счастливый был не для нас. Понимаешь? Счастливый камень, наверное, но не для нас. Теперь у бомжа Джима появился новый дом. Это был его счастливый камень. И по его счастью, эта хата теперь свободна. Свободна. Все это было ради Джима. Джим, братишка, мы за тебя. На этом все, дорогие друзья. Всем пока. До скорого. Удачи.